Я вас очень прошу. Не, ну, мы этот вопрос уже давайте закроем, чтобы мы к нему не возвращались. Я не даю добровольства. Да вы можете не давать, это ваше право. Вы можете снимать наш разговор, но не меня лично. Да я могу все что угодно снимать, вас лично, наш разговор, все что хотите. Я не понимаю, к чему мы... Лучше бы вы заинтересовались не видеосъемкой, а что в той будке люди торгуют алкоголем. Вот этим надо интересоваться, а не камерами, понимаете? Сегодня по факту мы с вами можем сейчас сделать как-то так, чтобы он закрылся, а продукцию это конфисковать. Потому что, ну, ну, ну... Давайте пока придем туда. Придем туда. Придем туда. Добрый день. Общаяка с поделением полиции. Как вы, как вам обращается? Александр. Замечательно. Скажите, пожалуйста, высылайте туда лик пиво. Который у вас находится на витрине. У нас конференция на полковый лист. Начальник находится. Если можно. Да, если можно, выйдите, пожалуйста, к нам, чтобы к нам с вами так неудобно общаться. Если можно, просто на улицу выйдите, пожалуйста. Александр, может, вы выйдете все-таки к нам на улицу, мы же не будем сами через ворточку общаться. А? Хозяином зовут Андрей. Вы пока выйдите, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста, к нам. Нам же же неудобно с вами общаться. Ам, говорит, добрый день. У нас Андрей зовут. У нас Сергеевич был реализатор. Что интересно, что-то? Павел Легионов. А что слышал? У меня есть полиция, совершенно верно. А? Скажите, пожалуйста, если кто. Фамилия? Ну, будет тяжелый участок. Моя фамилия Левицкая. Зовут Юрий Анатольевич. Да. Ждем звонка. Сказали, что вам перезвонят. Сейчас начальство будет звонить, скажет, это наша точка. Вы что беспределите? Рождем, посмотрим. Попросите вашего реализатора, говорю, чтобы он просто вышел к нам, мы его опросим. Больше ничего. Вы что, закрываете там людей, что ли? Вы там людей закрываете, или что? Да, да, да. У нас полиция на вкус поеду, да? Там безумно хочет. Али, а? Что, что? Это тот звонок, которого мы ждали? Да, если бы. К сожалению, нет. Ну, ждем. Александр, подойдите к кошку, пожалуйста. Вы в любом случае, я вас приглашу в райотдел, и вы проедете вместе с нами. Если вы лицо, которое здесь реализует продукцию. Скажите, пожалуйста, вы здесь давно работаете? Чтобы вы понимали, есть еще 185-е статья, это невыполнение законного требования трудника полиции. В противном случае, мы вас доставим туда даже силой, и составим на вас еще один административный протокол сверху. Поэтому мы вам настоятельно рекомендуем, как минимум, выйти к нам пообщаться нормально. Вы просто ответьте на наши вопросы, и спокойно подойдете себе домой. Александр, спасибо от полиции. Для того, чтобы не ехать с нами в райотдел, и не получать лишних проблем. Огромная просьба, ответьте сейчас на все наши вопросы. Я просто опрошу вас, не более того. Никто вас никуда везти не собирается, если вы ответите здесь на наши вопросы. Вот и все. Вы ознакомитесь с тем, что есть у нас, многообразно говоря, то, что написано в отношении этого заведения. Я по данному факту вас опрашиваю, и больше ничего. Еще раз. Нет, мы сейчас здесь, сегодня, а не завтра. Смотрите, по какому адресу находится ваш документ? То есть вы приехали из Житомира в Одессу, и вы здесь остановились в этой будке. Где ваши вещи находятся? Не загоняйте себя в угол, я вас прошу. Вы вчера остались, будет завтра. Завтра наступила сегодня. Все уже, заголовокода не так. Вам придется поехать с нами, до установления лишних. А ты кто? А что ты тут делаешь? И что, ты сюда спать пришел? А где мне спать? Я бомж. А, я не знаю, бомж с телефоном мобильным? А мне что теперь? Что, я уже не бываю телефоном? Я не знаю, я просто никогда не видел бомжей с телефоном. Когда не выглядел? Не, хей. Когда выглядел? И вы часто тут спите? Нарываю. Скажи мне, а ты не брал водку в этом киоске? Как она вообще? Она паленая, нет? Я не пью здесь. А, не пьешь? Я вообще не пью. Саша, ты пойми правильно, ты не один здесь на весь район, блин. Ну, ты всех держишь, е-м-е-е. Вы закрыты. Может, тебе медицинская помощь нужна. Так смотри, я же говорю, МЧС приедет, откроют за одну минуту. Даже быстрее. Потом уже будут проблемы. Саша, давайте поехали с нами. Ты же понимаешь, что мы тебя по-любому оттуда достали. С твоего согласия, без твоего согласия. Тебе сейчас предлагают самые... Просто открой дверь, а потом закроешь снаружи, приедешь с нами. Мы устроим твою личность, опросим и отпустим. Больше ничего. Мы не секрет, кстати, держим. Будешь дома ночевать сегодня. У нас не гостиница. Я же говорю, просто МЧС приедет и не откроют быстро. Скажем человеку плохо, и все, не открой. Скорую вызовем. Будет фиксация того, что действительно человеку было плохо. Открывай дверь и поехали с нами. Саша, открой дверь, закрой, поедь с нами. Не наколе ты мне так уже запишешь пояснение, и через час ты выйдешь. Тебе сейчас наговорят глупостей, ты понимаешь или нет? Человеку, который тебе говорит, ему ничего не будет. Отвечать будешь ты. Да. Алло. Да. Вы приедете и посмотрите, кто ломает дверь. Я говорю, вы сюда приедете, пожалуйста, если вы хозяин. Вы вчера обещали подвезти документы. Мне нужны данные с его документу удостоверяющего личности. Чтобы я понимал, что он-то действительно он. А что ж вы за углом от того, где валяются вечного брыга, не дают спать людям. Вот за углом. А почему туда не ездите? У меня или полицию спрашивают? И вас, и их. Они же тоже за углом. То же самое, да? То же самое. За углом. Вы же хорошо знаете их. И ничего туда не скажете. А будка только открылась. А давно работает? А я уже четвертый год тут. Я всегда вижу, что она и там робит, а тут где-то открылась. А где-то там? Я просто не знаю. Ну, вон за углом зеленая ворота. А, там то же самое, да? То же самое там всегда. Но там же же прикрывают. Милиция это знает. Они все прикрывают. Да? Ну, сейчас мы все... Они только пришли сюда, но открыли, и они уже решили вот сюда взять. Я понял. Как зовут вас? Я только не помню, почему? Вы меня не слышите. Просто услышьте меня. Попросите его, чтобы он вышел оттуда, закрыл эту будку. Он приедет с нами. Я его прошу, установлю его личность, и он пойдет домой. Больше ничего. Можно так сделать? Спасибо. Он срапливает, и у него ворота возникнет. За этими дверями стоят? Где мужики стоят, да? А, я посмотрю. Тихо, подожди, бо це у нас шестачка подошла. Это она расскажет. Сзади вот она стоит, что мою муру взяла. Еще раз? Так что, дизлите. За угол сразу. Без подоживания. Почаровок. Там открываете просто сахар. Да? И что там, во дворе прямо продают? Продайте мне бельку. Вот, посмотрите. Там ходят колеси. По бокам бакенбарди, а сам лезь. Блядь, она с**а побачила, что я показала. Теперь китайка мне не даст долг. Блин, вы что, записали то, что я сказала? Ну, конечно. Ну, вы что, издеваетесь? Сотрит, блин. Я вам показала, нахуя це надо. Так вы еще не показали, мы еще не нашли еще ничего. Что, идиоты, блин? Я вам показала, я просто сказала, что вытрите. Ну, вытрите эту систему. Ну, понимаете, потом, блядь, мне будет обидно. Я там раз в полугодии ходила, за тебя бутылку. А вы тут мне такой хуйот. А что вы до тебя не доходите, там дальше есть? Я маю четырех детей. У меня не хватает. Я раз в месяц буду расслабиться, а мне не маю, когда там пить. Чутирить эту хрень, что я сказала. Ну, все, хорошо, я понял. Все, все. Не мешайте. Не курите, пожалуйста. Вы вредны, да? Женщики. Не курите, с людьми, кстати, курите. Я трогаю, если сейчас вас заряжу. Не курите, пожалуйста. Я думаю, на встречу не пришла, а я могла бы вам еще одну тетрадь показать. Еще не одну. Вы, я так понимаю, еще здесь останетесь до завтра, да? Логично. А у вас сменщик вообще как таковой существует в природе? Сменщик у вас есть? То есть вы здесь живете постоянно? А дверь что у вас, ну, постоянно закрыта? А дверь у вас постоянно закрыта? Хорошо, а за целый день в туалет вы сколько раз полите? Да. Ну, как минимум, здоровый человек, как минимум, ходит несколько раз. У меня просто к вам вопрос, вот если у вас дверь закрытая, каким образом вы ходите в туалет? Терпите? Хорошего всего, Воля. Александр, я рекомендую вам поменять место работы, настоятельно. Езжайте к себе домой. Или, как минимум, хотя бы пойдите работать в Обжор, или в Тавре, там, как минимум, проблем таких нет. Спокойно будете работать, никто вам ничего за это не будет, не приезжать, как минимум. Вот как мы сегодня приехали, и вот... Вы здесь не сможете работать, поверьте мне, вам не дадут работать. Поэтому снимите всю с витрины, просто снимите, ложитесь спать. А тому, кто будет вам звонить, направляйте в райотдел в Суфенковске. Ваше руководство, так называемое, договорились? И поешьте что-нибудь, и плохо выглядите. Можно скорую вызвать? Вы ничем не болеете? Закрывайте окошко, пожалуйста. Снимайте все с витрины, и не думайте ничего продавать. Надеюсь, спасибо за понимание. Да. Алло. Ну, вы бы знали, кого вы на работу принимаете, сердце слабое. Зачем вы инвалида берете? Сделайте, сделайте документы. Ну, в ваше заведение. Он не будет работать здесь. И будка будет закрыта. До предоставления всех документов. Объясните это. Объясните это вашему реализатору. Та труба у него в руках, он закрылся изнутри. И пусть пиво поснимает. Скажите, что бы мне вы порекомендовали вообще? Мои дальнейшие действия. Ну, к примеру, если я буду проходить завтра. Я не зря спросил, будете ли вы здесь. Ну, не я, кто-то другой. Я просто хочу, чтобы вы при этом все присутствовали. При этом при дальнейших мероприятиях по предоставлению документов, знакомства с сырьями и хозяевами. Смотрите, как бы, я не буду здесь, я находиться все время в Одессе, но я могу сюда прибыть через несколько недель. Или что бы вам порекомендовать? Я вам рекомендую. Нет, ну, я пытаюсь найти компромисс. То есть я не буду находиться здесь постоянно, может быть, через несколько недель я передаваю действие опять, но я не могу понять сути, зачем я нужен для того, чтобы при рассмотрении документов на киосах. Нет, вы не нужны. Я просто рекомендую, если вы хотите. Нет, вы говорите, вы мне рекомендуете присутствовать при рассмотрении документов. Нет, что мне важно, ну, мне важно только то, что когда здесь будут проходить люди, чтобы этого киоска с алкоголем здесь не было. Я имею в виду алкоголя, по крайней мере, на витринах он не продавался. Если не будет лицензии, то алкоголь, в смысле, если будет лицензия, надеюсь, лицензии не будет. Мы с вами понимаем, что ее быть априори не может. Мы уже проходили этот этап. У нас по законодательству украинскому, без кассового аппарата невозможно торговать алкогольными, слабоалкогольными напитками, даже с наличием лицензии. Вы приедете в райотделку, я завтра подниму бумаги, которые были годовалые давности. Давайте сейчас пройдем, хотите, я посмотрю. У меня нет доступа сейчас туда, сиди, поднимать бумаги. Извините, я просто на сутках сегодня не хожусь. Хорошо, даже при наличии документов нет кассового аппарата, и это фактически вы зафиксировали? Да, зафиксировали. Но это уже есть нарушение. Согласен. Но составить бумаги на человека без документов я юридически не могу. Я удостоверю, что он это уже. Ну а как процедура дальнейшая? Ну вот допустим, с его слов вы записали, фактически мы не знаем, что это за человек Саша или не Саша, может это вообще не Саша. Пока он представился с Сашей. Завтра если будут документы, будут Петя, я перепрошу под Петю уже. А у нас есть такая вообще закатывательная процедура? Завтра, после завтра кто-то поднесет, привезет. Ну я со вчера жду, например, здесь документы, наводку, которую я приобрел. На рассмотрении материала есть 10 суток. Я в течение 10 суток должен принять решение. А, я понял. То есть они в принципе, ну, со вчерашнего моего заявления еще 9 дней могут торговать, в принципе, с Рубаном? Нет, торговать они не имеют права. Хорошо. В случае, если завтра будет повторяться такая же история, как я должен действовать? Обязательно вызывать, да? Отдать к Саша. Конечно. Вызывайте, приезжай мы, и вот та же самая будет. Хорошо, я понял. Я не буду вас задерживать. Спасибо большое, что не отказали. Вичдок вам надо? Нет, спасибо. Ну, я просто не знаю, что с ним делать. Это надо оставлять, это приобщать к делу. Вичдок в данном случае задокументирован в объяснении, то, что вы приобрели. Хорошо. Дальше вы поступайте с ним и считаете необходимым. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Подскажите, пожалуйста, я вчера стал свидетелем незаконной торговли алкоголем и сигаретами из киоска. И хотел бы уточнить, как правильно мне это оформить, куда мне подъехать, может быть, заявление написать, как мне помочь предотвратить законную торговлю. Во-первых, в первую очередь надо было сразу в полицию сообщить, чтобы они это изъяли. Вы знаете, я... А в полицию... Я вчера вызывал полицию, полиция приехала, но, к сожалению, она не изъяла это. Я всего лишь навсего написал заявление в полицию, но они сказали, что обратиться нужно в налоговую. Семинарская 5. На Семинарскую 5 я подъеду сейчас. Скажите, кому мне обратиться там? Вы просто подойдете к охране и скажете, что вы хотите написать заявление. Пусть вызовут либо из отдела обращения граждан, либо из канцелярии, чтобы вы оставили заявление. Хорошо, спасибо большое. Я подъеду. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, меня интересует подача заявления. Я звонил по поводу канцелярии. 72-20. Звоните. Я извиняюсь, как вас зовут? Я первый раз пришел ко мне. Вы мне можете, Вика, может, живой человек какой-то ко мне выйти, потому что по телефону я мог и не приходить к вам. Я подам заявление, может быть, мне могут правильно его оформить, и все, что надо от меня я предоставлю. Но я просто сейчас в коридоре, где вокруг меня камеры и тонированные окна, и я не могу понять, куда я пришел, кому мне что подавать и кому мне обращаться. Да. Хорошо. После этого вам перезвонить, выйдет человек. А как писать в вольной форме, написать «не». Я понял. Хорошо. Друзья, как это все происходит? Вы приходите в налоговую службу, налоговую полицию в Одессе. Абсолютно закрытое помещение, никого нет, есть телефон. По нему вы можете позвонить. Я позвоню в канцелярию. В канцелярию мне сказали, что я в вольной форме должен написать заявление, сам все, что желаю, нужно. Нет никаких живых людей, никто к вам не спустится, никто вам не поможет оформить, никого в принципе ничего не интересует. Вы просто это описываете на бумажке, звоните опять же по номеру телефона. С канцелярии приходит девочка, которая не занимается этим делом, которая просто возьмет эту бумажку, заберет ее и все. В принципе, вот вся процедура, как бы видеофиксация, вот я говорю, у меня есть, там может кто-то посмотрит. Она говорит, человек, который будет забирать у вас заявление, он не будет вести это дело производства, поэтому видеофиксация ему это неинтересно и показывает. Ну нет, ну не с кем разговаривать. Вот мне сказали зайти в это помещение, тут находится, здесь нет никого, нет ни листика, ни ручки, ни бумаги. Я, к сожалению, тоже не взял с собой, я не подготовился, я не знал, что это будет происходить именно так, что в принципе мне не на чем даже будет написать. Я попробую сейчас попросить, может быть, мне выдадут листья в ручку, как-то я смогу это оформить. В общем, попробую, посмотрим, что получится. Я извиняюсь, а можно мне листик или ручку? Мне заявление написать надо. Это самое, вы снимаете? Да. Ну понятно, зачем вы снимаете? Ну для того, чтобы у меня была запись. Я все понимаю. Зачем снимают? У нас нет, у нас нет бумаги. Это раз. Да. Вы должны в любом кубицентре все это взять. Да я пришел в государственную структуру, я просто, вы охранник, я с вами не спорю, я хочу, чтобы просто, может быть, кто-то может мне помочь, у меня нет листика и ручки. Ну так в канцелярии звоните, они выйдут, и все, он будет помогать. Так я позвонил в канцелярию, они говорят, пройти в этот кабинет и там написать, но там нет ни ручки, ни бумажки, ничего. Я понимаю, ручку я могу дать. Да, если можно, дайте хотя бы ручку. Бумаги мне тоже. Хотя бы ручку дайте, я вам верну. Я понимаю. Спасибо большое. Я просто не взял с собой, я не знал, что здесь так все организовано. В общем, с горя пополам мне удалось раздобыть листочек. Сейчас я в вольной форме напишу все, что я видел, и попробуем это все отдать и зафиксировать наше обращение. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот я не знаю, со слов, по телефону мне сказали, как вы дополнили, правильно ли я составил все это. У меня также есть вот на компьютере видео, чтобы я не знаю, может, как это будет интересно по поводу этого случая произошедшего, и как это все очень... Может, следователь, который будет рассматривать. Это дело вести. Ну, может быть, не знаю, так началось. От кого? Я написал. Вы ниже пишете. Я и тут написала. Ваш адрес. Я ниже написала. Вы в одном экземпляре делали? У вас принято заявление. Мне надо от вас какой-то корешок, что вы приняли, и меня не... Ну, если вы в двух экземплярах пишете, я вам пропечатаю, что я от вас приняла это. Вы сделаете копии, мы копию поставим. А вы можете делать копии? Нет. Ну, вы будете принимать? Я могу принять, если я вам не буду ничего давать. Скажите мне, а кто будет рассматривать это дело? То есть, ну, кто будет его вести? Регистрирую, а там дальше уже, как начальник, кому перенаправит. Ну, а где это можно выяснить? У кого кто? Кто-то может подсказать? Ну, как я могу контролировать этот ход этого события? Так, вы как частное лицо? Телефончик 300-264. Есть, может, какой-то входящий номер в этой письмене? Номер присвоится, как только зарегистрироваться в базе. А как это долго в расходе? Сразу. Сразу зарегистрироваться. То есть, я могу подождать, узнать номер? Ну, вот я, чтобы звонил следователю и говорил там. Я же говорю, 300-264. Ну, я позвоню. Как только. Ну, давайте вы или в конце рабочего дня позвоните, уточните вашим заявлением, кто будет его рассматривать. Я понял. А как мне идентифицировать его? Может, вы мне скажете, какой входящий номер, чтобы я возникла, здравствуйте, у меня заявление номер такое-то. Хочу узнать об исходе. Я вам еще раз говорю, вы только по фамилии можете сказать, потому что вы не взяли, как бы, вы не написали ни дополнительное с моей письменной. Я тоже выросла. Три дня. Час присвоится номер. До конца дня это пойдет в рассмотрение и будет перенаправиться, кто будет этим заниматься. Только по телефону вы сможете узнать. Да, чтобы по телефону узнать, я могу только идентифицировать. Триста, двести, шестьдесят. Я номер телефона записала. И там скажите фамилию, что я подавал заявление. Поскажите мне, пожалуйста, а в течение времени вообще результаты на обращение к каждому, как быстро происходит разбирательство? Я посмотрю, я по этому вопросу не могу. А кто-то может уточнить, к кому можно обратиться здесь на месте? На месте, я думаю. Нет вот жилого человека, да, кто может подсказать? Вы все заняты, я уже была на заявление. Мне сказали переписать. Я еще можем, я извиняюсь. Нет, там уже был, ну, извините, потому что тем, кто будет заниматься, вы уже можете предоставить там, если бы... Что предоставить? Ну, что вы должны решить. Но я сейчас здесь нахожусь просто, я могу сейчас кому-то либо скинуть это на флешку, либо переписать, либо показать. Есть люди у вас здесь в организации заинтересованы? Я принимаю заявление. Я понял, я поэтому вас спрашиваю, я же не работаю здесь. Здесь есть охранник и вы, поэтому вы более компетентный человек, чем охранник. Нет, я не более компетентный. А есть кроме вас и охранника кто-то, кто может подсказать? Вы напрямую свяжетесь с человеком, который будет разбираться в вашем. Так вот я тут физически нахожусь, зачем мне его звонить, если я здесь? Я могу сейчас либо подойти, либо показать. Вы понимаете, порядок очередности есть. Вы понимаете, люди занимаются своей работой. Вот все бросили, все работали, и только как вам. Я хочу, не надо ко мне выходить, я хочу передать материалы, прикрепить их к своему заявлению. Как я могу это сделать? Я вас только нахожусь. Вы берите номер 72-64 и уточните. Я позвонил. Сейчас, сейчас наберите 72-64, это внутренний номер. Я звонил, по нему мне сказали, выйдите вы, примите заявление и дополнительную информацию. Что мне делать с добавленной информацией? Я не знаю. Кто знает? Есть кто-то, кто в налоговую? Я же говорю, наберите 72-64. Они сказали, вы выйдите, вы поможете в этой ситуации. Я же звонил. Вы на 64? Скажите, пожалуйста, кто-то в этой конторе может посодействовать в решении вопроса? Я не знаю. Кто знает? Руководитель есть какой-нибудь? Вы на руководителя пишете письмо. Резолюция направится, кто-то разбирает. Я понял. К этому письму я хочу предложить также фактически. Вы издеваетесь над вами? В чем издевка? Я не могу понять. Я нахитиваю правонарушение. Я нахитиваю правонарушение. Я нахитиваю правонарушение. Сообщи. Я извиняюсь, я закончу. Я понимаю, как бы в очереди. Подождите. Я не против. Я хочу, чтобы проблема была решена. Я для этого собрал фактические данные и хочу их предоставить. У вас она исчезнет? Нет, они исчезнут. Я хочу предъявить заявление, чтобы это рассматривали. Вы потом поговорите, если надо будет, перешлете или в электронном виде. Как вы договоритесь? В смысле, если надо? Я физически тут сейчас готов вам это предоставить. Я подъявила заявление. Сейчас. Сейчас. Сейчас я вам скажу, по какому телефону. Я нахитиваю правонарушение. Мы с Антономаром первого. Что по вашему вопросу? По вашему вопросу, мы это не принимаем. Я извиняюсь, еще раз. Что не принимаете? Я понял. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Друзья, ну что, вот я нахожусь на выходе с аналоговой полиции города Одессы. Это Приморский район. Вы, в принципе, все сами видели. Видели, как все происходит. Насколько наша полиция заинтересована вообще в решении каких-либо обращений граждан. Как это все происходит. Насколько рады вас видеть там. То есть, как вам идут навстречу. То есть, возвращаясь к вопросу, все-таки, что же правильно делать. Обращаться и действовать законным способом. И устранять подобные незаконные очаги торговли. Либо просто их сжечь. Потому что, ну, вы видите, что в нашей стране вы, даже если вы что-то захотите сделать положительное, вам это просто не удастся сделать. Потому что сама власть, сама страна не заинтересована в вашей помощи. Пишите комментарии, друзья. Что будет дальше происходить с этим киоском, я обязательно вам покажу. Либо люди, которые живут в этом районе и часто бывают возле этого киоска. Пожалуйста, присылайте мне фотографии в Facebook. Либо же присылайте мне фотографии на электронную почту. Я буду обязательно размещать в группе ВКонтакте, информировать вас. Закроется киосок, не закроется. У кого еще есть факты по другим городам, вопиющие подобного рода, где в открытую торгуют алкоголем, либо, не дай бог, какими-то наркотическими средствами, либо еще какими-то незаконными товарами, обязательно пишите. Буду в вашем городе, попытаюсь приехать, попытаюсь это дело осветить. Я думаю, что кроме огласки, больше, к сожалению, мы ничего сделать не можем. Ну, либо идти на радикальные меры. Я никого к этому не призываю, но делайте выводы и пишите. Добрый вечер. Хотели бы попросить у них чек на данный товар? Мы выдали чек. Вот, здесь у них кассовый аппарат. Я вспомнил, смотрите, так как мы патрульная полиция. Участкового. Согласен, мы просто должны вызвать вас, чтобы потом вызвать участкового, верно? Потому что, как бы, и смотрите, у участкового должно быть предписание на проверку данного реперта. То есть, мы сейчас вызываем что-то у участкового, точно, а он уже будет разбираться. Так как у нас это предписание, мы же сами понимаем, зайти внутрь и провести проверку. Нет, этого не надо сделать. Вы можете попросить у человека чек на данный товар? Ну, вы должны попросить чек, так как мы покупали. Хорошо. Но чек, я попросил, не было. Есть у вас чек? Нет, не могу. Нет чека у вас? У вас два дня назад тут были люди с камерами, снимали? Документы у начальника. А? Документы у начальника. Какие? Каса аппарата у начальника? Молодой человек. У вас были два дня назад тут люди, снимали вас, вашу точку? Вызывали полицию? Ну, скажите, да или нет? Я просто и рабочий, начальник сказал... Причем рабочий, я вам вопрос задаю. Были у вас люди? Покупали у вас товар, вызывали полицию, писали заявление. А вы уже писали заявление потом? Не мы. Не, не мы, были другие люди. И активисты люди и писали. Запорожье. Ага. Продолжение следует...